Итак, ребят, я знаю, что меня давно не было, а видео многие ждут, но я болел короной. Я, если что, делал об этом отдельный ролик. Удалять я его, наверное, не буду, так как там было столько приятных комментариев, что даже удалять жалко. Да, и теперь у меня есть свой нарисованный персонаж. Спасибо огромное за него, мои подписчицы. Можете, кстати, на него подписаться, а то неудобно как-то. Человек нарисовал мне персонажа, а взамен я ей только спасибо. Ну и это, мы начинаем. Готовьте чайок, присаживайтесь, поудобнее. Всем приятного просмотра. Мало кто знает, что я делал ролик по игре Sonic Adventure. Ведь оно самое мало просматриваемое видео на моем канале. Но в этот раз мы поговорим про Sonic Adventure 2. Многие в нашей жирной фанбазе считают эту игру лучшей в серии, но лично я нет. Поэтому я сразу предупреждаю, что в этом ролике мое мнение может отличаться от вашего. Так что не поливайте меня по моему в комментариях, я вас сразу предупредил. Ладно, что для меня есть. Теперь, ээээ... Ах, да. Небольшая подыстория. Вы же любите подыстории. Sonic Adventure 2. Видеоигра в жанре платформер. Разработана американским фильмом компании Sonic Team и выпущенная компанией Sega для консоли Dreamcast в июне 2001 года. После прекращения поддержки консоли Dreamcast в компании Sega в 2002 году, игра была переиздана для приставки GameCube под названием Sonic Adventure 2 Battle. Ключитель изменения, внесённые в данную версию, коснулась многопользовательской игры Chao Sadov. В октябре 2012 года игра была противной на приставке PlayStation 3 и Xbox 360. И стала доступной в сервисах цифровой дистрибуции PlayStation Network и Xbox Live Arcade. А в ноябре того же года на Windows посредством сервиса Steam. Я играл на Xbox 360, но не версию в Са-2 Battle, но просто в Са-2. Так, давайте по порядку. Сюжет. Сюжет у меня претенди нет. Он действительно хороший. Вот одни воспринания шедоу начинаешь им сочувствовать. Но если пересказывать сюжет вкратце, то... Короче... Sonic как всегда развлекается, делает выкрутацию, прыгает с оболёты и попадает в один из самых любимых и вспоминающихся уровней вообще из всех игр про Sonic. Ну и в конце уровня наш синьёж убегает от грузовика Ган, который ещё и сбивает машину. Помню, мне снились кошмары с этим грузовиком. Ну а тем временем пока Sonic... Доктор Эббен проникает в тюрьму и осваждает Shadow. При этом темно-вежа я не буду рассказывать. Если вам хочется узнать его предысторию, то просто посмотрите мое другое видео, чтобы его посмотреть, вы можете нажать на подсказку, которая выше появилась, или перейти по ссылке в описании. Продолжим. Шедо попадает в город и всё крушает. Sonic пытается его остановить, но темный вёжик скрывается, а Sonic схватывает, потому что его приняли за Шедо. Эггман, видимо, на всякшую там устроил Шедо в дуле и чешет свою пятую точку. Тем более, они на другом месте в другое время. Она знакомит с самым привлекательным женским персонажем в мире Соника. Её зовут Руш. Она пытается ухаживать главный изумруд, но её останавливают нахуй. Пока они там выясняют отношения, совершенно незаметно главный изумруд уносит Эггман. Так, всё, я устал обсуждать сюжет. Разве что обсудим ещё один момент. Вот теперь я про всё, о чём хотел рассказать. Когда я буду говорить про геймплей и боссов, я про сюжет немного ещё кое-что расскажу. Геймплей. О, боже. Ладно, если совсем кратко, геймплей сломанный, кривой, забагованный, недоработанный. От одного уровня на колонии арк за Соникой играть больно из-за рельсов, по которым вы практически весь уровень будете передвигаться. Да и плюс пропасти, в которой легко свалиться. В уровне в зашедуле Соника вы можете получить драйв, но недоработки всё портят. За наклзо и рушь вы ищите по огромному уровню и замрубли. Эх, давайте сравним уровни за наклзо в первом отвенчиве и втором. И попытаемся понять, почему в первой части они были лучше. Но самое первое, что бросается в глаза, это большие уровни. В первой части они были не такие огромные. А тут вы можете по полчаса искать эти изумруды. Может даже и больше. Во-вторых, это сами по сказке. Ну не знаю, в первой части, если вы неподалёку от изумруды, то у вас начинает мигать снизу зелёным, жёлтым или красным цветом драгоценный камень. Ну и при том, он может не один просветиться, а сразу два. Может даже и три. Ну то есть вам всё, что поблизости находится, показывает. Но во втором адвенчире только один ближайший камушек. Вам в начале только к первому изумруду работает по сказкам. Потом ко второму. Ну и после к третьему, соответственно. Даже если вы около, допустим, третьего осколка, а вы ещё первый не нашли, то он у вас в них засветится. Вот, исходя из всего этого, и получается, что в предыдущей игре было лучше. Мне остаётся рассказать про двух оставшихся персонажей, а именно про Телза и Ягмана. Про них много распинаться не буду, так как они в самой удобной управлении. Я могу лишь сказать, что они скопированы с робота Гаммы из предыдущей игры. Но он пожертвовал собой, поэтому мы его не увидели в приложении. Всё, давайте закончим с гейтплеем. Поговорим про последнюю вещь. Эээ, боссы. Но тут особо нечего обсуждать. Боссы в этой игре для меня не показались с лордами. Если умирал, то только из-за багов. А так, они лёгкие. Но вот на ком я хотел бы заострить внимание больше всего, так это на финальном боссе. И нет, не потому что он мега-словен. Я бы сказал наоборот. Он слишком лёгкий. Даже ни разу не умер. Я был в шоке от того, что это всё. Всё, я прошёл в первом адвенчаре, и финальный босс реально был потный. Но тут вы, как бы, играете несколько раз за Соникой, несколько раз за Шедоу. Вам изначально дают 50 колец каждому. Собирать кольца вам не придётся, так как их не разбрасывают по пути. Но когда вы играете за Соника, а потом за Шедоу, у вас кольца возобновляются. Только на финальных двух ударах вроде дают не 50, а 40 колец. Сильно это не усложняет ситуацию, да и ещё, если, по-моему, нанесут урон или вы врежетесь, то у вас не отнимут кольца. Ни одного. Вас просто отбрасывают назад, и всё. Вам просто бьют в начале 50 колец, и они постепенно исчезают, так как вы играете за Супер, Соника и Шедоу. Но когда мы, наконец, побеждаем финального босса, Шедоу жертвует собой, и всех спасает. Соник ко всем возвращается, идут титры, и всё, игра пройдена. В итоге, я могу сказать, что по геймплею мне больше нравится первая часть. Но по сюжету вторая. Но в играх главное не сюжет, а игровой процесс. Вот и получается, что первая часть лучше играется, чем вторая. Но на этом у нас сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, смотрите в этом видео с друзьями, и... никогда не играйте в две разные игры про Соника одновременно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok